Первые два вопроса этой сессии традиционно носили технический характер, поэтому сразу к третьему. Это было избрание председателя Государственного собрания Мордовия. От фракции «Единой России» была предложена кандидатура Владимира Чебиркина. Решение партийцев озвучила Наталья Долматова. На момент своего выступления она находилась еще в ранге простого депутата. Кандидатура Владимира Васильевича была предложена президиумом регионального полицовета нашей партии, одобрена конференцией и согласована с президиумом Генерального совета партии. Таким образом, единогласным решением фракции предлагаем кандидатуру Чебиркина Владимира Васильевича на должность председателя Государственного собрания Республики Мордовия. После этого депутатов призвали предложенную кандидатуру одобрить. Обращение было в первую очередь адресовано единоросам. Он является собой пример с высокими идеалами и стремлениями в работе. Это скромный, но в то же время трудолюбивый, последовательный и тщательно выполняющий любое дело человек. Владимир Васильевич зарекомендовал себя очень ответственным и справедливым. Я говорю исходя из того, что мы проработали с ним в Государственном собрании более 20 лет. Этого уже не смог выдержать Дмитрий Кузякин из фракции КПРФ. Он выдвинул свою кандидатуру на должность спикера. За это предложение проголосовали три депутата. Большинство других народных избранников были против. В итоге главного коммуниста республики не включили в бюллетени для тайного голосования. За короткий отрезок времени все депутаты выразили свое отношение к Владимиру Чебиркину путем тайного волеизъявления. За него проголосовали 45 человек, трое против. Соответственно, его выдвижение, кроме коммунистов, поддержали фракции «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Главной задачей я своей ставлю, и это разработка, принятие и совершенствование законодательной и нормативной базы, которая позволит успешно реализовать национальные проекты, иницированные президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путином. Решать те вопросы, которые будут у нас и были, звучать в послании главы республики для развития нашей экономики. Владимир Чебиркин вновь занял привычное для себя место за столом, а к депутатскому корпусу после этого обратился Артем Сдунов. Каждый из вас имеет свое профессиональное рабочее место и отвечаете за людей. У нас много руководителей в нынешнем составе. Меня очень радует, что у нас мощный промышленный сектор сейчас появился в Государственном собрании. Я думаю, вы примете правильное решение. Отразите это в комитетах, потому что это приоритет развития нашей экономики. Рад, что у нас врачей много и правильно, что делаете замечание. Ситуация очень непростая сейчас в республике. Также на первой сессии госсобрания утвердили кандидатуру заместителей председателя парламента. Ими стали Сергей Вдовин, Наталья Долматова и Евгений Тюрин. И последним сюрпризом этого заседания стало назначение Петра Тултаева сенатором от Мордовии. Я искренне буду стремиться быть полезным республике и, конечно же, городу Саранске в решении проблем текущего характера и задач перспективного характера. Работать буду на совесть. От земли, от республики Мордовия не отрываться. Спасибо, все приятно. Евгений Волков, Игорь Гангаев. Наши новости.